Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, очередной обзор витрин. Мы посмотрим, что модно и как это можно носить, и прежде всего, как это можно сочетать. Юбки на запах. Юбки с разрезом спереди, либо с фронтальным, слегка смещенным разрезом. Смотрятся всегда очень красиво, очень женственно, в особенности, когда мы начинаем делать первые шаги. И такие юбки большая редкость. Эта юбка мне очень понравилась. Она очень красиво завязывается с большими карманами. Для любителей стиля сафари в городе такая юбка, безусловно, будет находкой. Можно взять на заметку красивое сочетание вот такого лавандового цвета и цвета мела, который в этом сезоне очень популярен. Он был популярен зимой. Очень многие пальто были выполнены как раз-таки не в белом цвете, а вот в таком цвете мела. Именно так его называют здесь, в Италии. Образ совершенно нежизненный. Посмотрите, какая объемная блуза. Нам намекают, что можно на одно плечо повесить пиджак, но, конечно же, мы знаем, что держаться он не будет. Хотя сам по себе образ, конечно, очень красивый. Здесь можно взять на заметку красивое сочетание коричневого и голубого. Цветочный принт в этом сезоне очень популярен. От себя могу добавить, что именно маки на белом, либо даже черном фоне смотрится в особенности эффектно. Я показывала в прошлом году платье с маками. Оно было, наверное, самым красивым из тех, что я вообще видела. И посмотрите, снова мне встречаются маки. И именно как цветочный принт, именно маки выглядят очень эффектно, очень красиво. Черно-белые компоновки мы всегда встречаем на витринах. В любом сезоне они будут присутствовать, несмотря на то, что черный считается не летним цветом. В большинстве стран и большинства модниц, наверное, черный не ассоциируется с летним гардеробом. А черно-белые аутфиты вообще считаются скорее офисными. Тем не менее, в Италии черно-белый принт, черно-белые аутфиты очень популярны. Не устаю рассказывать историю о том, что лично для меня открытием было, насколько хорошо именно белые хлопковые платья и вообще вещи, это может быть, допустим, брючный костюм, либо просто юбка белая хлопковая аутфита, сочетаются красиво, хорошо с аксессуарами и с сумкой, и с обувью, именно из черной гладкой кожи. Пока я не увидела это своими глазами, мне оказалось, что именно белая хлопковая, уж тем более легкая полупрозрачная ткань, требует более легких по цвету, и уж тем более по фактуре аксессуаров в виде сумки, обуви, либо ремня. И, кстати, именно на витринах мы также очень часто видим, как белые хлопковые, либо даже льняные вещи сочетаются с черной обувью, с черными сумками, но, повторюсь, именно из гладкой кожи. Ну что ж, уже совершенно точно можно говорить, что именно такая обувь достаточно женственная, остроносая, либо с квадратным мысом. Это самая популярная обувь в этом сезоне, несмотря на то, что в тренде, безусловно, тракторная подошва, безусловно, платформа, сандалии рыбака и все вариации на тему детских сандалий, все-таки и в Италии предпочитают продавать и, по всей видимости, покупать именно женские варианты летней обуви. Очень интересная следующая витрина. Образы представлены достаточно простые, но они интересны своими деталями. Посмотрите, здесь и красивый платок, привязанный на сумку. Здесь и украшения разные на любой вкус, как тонкие цепочки, так и крупное украшение на шею в виде бус. Здесь, посмотрите, рубашка завязана на узел. Все эти детали делают эти конкретно два образа особенно интересными. Я заметила, что в Италии очень любят именно такой пояс и носят его чаще всего поверх платья, либо юбки, таким образом, чтобы весь образ смотрелся как платье. Следующая витрина – это витрина марки Max Mara. И платье, которое мы видим справа, очень характерно для итальянского лета. В Италии очень любят такие платья, как я люблю говорить, неопределенной длины. И нужно сказать, что итальянкам они очень идут, носят их, как правило, все-таки с обувью женственной, но без каблука. Можно взять на заметку очень красивое сочетание голубого и бирюзового. Пиджак подобного цвета у меня есть, я в прошлом году покупала его в Zara и сочетала с брюками фиолетового цвета, тоже смотрелось очень красиво. Юбки из тавты, недавно похожую я показывала вам как раз-таки в обзоре с рынкой, и говорила, что именно Max Mara часто предлагает подобные юбки. В прошлом году они были у Пинка. Эти юбки очень красиво смотрятся самыми обычными белыми рубашками. Платье справа интересно своим рукавом. Рукав на резинке, либо вот такой широкий и просто заужающийся к низу. Это рукав, который очень популярен, встречается как на платьях, так и на блузках. А сейчас, как я люблю говорить, ставьте плюсик в комментариях, кто помнит. И самое главное, кто носил, я носила платье вот на такой сплошной молнии. И, кстати, на моем платье рисунок тоже очень напоминал рисунок на платье, которое мы видим с вами. Посмотрите, как много цветочного принта. И на самом деле этот рисунок на любом изделии, будь то блузы, брюки, либо платье, смотрится действительно шикарно. И, наверное, именно в этом сезоне я смогла оценить красоту этого рисунка. Снова показываю вам тренч из органзы, также платье из органзы. Платье стоит 800 евро, так же, как и тренч. А сейчас перед нами витрины Луиза Спаньоли. Очень красивый бирюзовый цвет. Вообще, Луиза Спаньоли в этом сезоне мне очень нравится. Мне кажется, она предлагает более молодежные образы. Посмотрите, как красиво. Длинная рубашка и достаточно короткие бермуды. Кстати, подобное платье, рубашку можно, конечно же, носить самостоятельно. Очень красиво будет смотреться также с любыми брюками. И, конечно же, с джинсами. Очень красивый брючный костюм льняной. На самом деле, я бы купила себе такой костюм, если вот он пойдет на скидки. Я задумываюсь о его покупке, потому что цвет, прежде всего, очень красивый. Бирюзовый, редко встречающийся. Снова широкий рукав. Как я уже сказала, именно такой широкий рукав. Немного говорящий и наводящий на мысли об Испании, по крайней мере, меня. Это рукав, который очень красиво смотрится, очень женственен. И именно в этом сезоне можно достаточно легко подобные вещи встретить и ими пополнить свой гардероб. Посмотрите, какая красивая многослойность. Я много раз рассказывала, что раньше подобный трикотаж меня удивлял, пока я не узнала, что выполняется. Он производится из хлопковой нити. И действительно, иногда вечером, в особенности в августе, когда уже температуры и перепад температур достаточно ощутим, подобный свитер незаменим. Шляпа. Еще раз шляпа. Я призываю всех, если уж не начать носить, то как минимум примерить шляпу. Посмотрите, жилеты популярны. Часто мне задают такой вопрос, носят ли жилеты по-прежнему. Да, жилеты носят. И поменялась линия плеча, как я говорила, как будто бы плечо слегка выдается. Ну, например, в этом сезоне Макс Мара, тем не менее, предложила классические жилеты, которые с сезона в сезон она предлагает. А вот, например, другие марки, в том числе Твинсет, сейчас вы видите на ваших экранах, предложила все-таки жилеты более современного силуэта. Хотя неизвестно, продержится ли такой силуэт до следующего сезона. Посмотрите, такие платья очень в Италии любимы модницами. Легкие, воздушные, как правило, с кружевом, либо с вышивкой. Вообще, в этом сезоне очень много вышивки и очень много кружева. Оно тоже везде присутствует. Стиль сафари популярен. И есть вещи, которые достаточно легко встретить в продаже. Это прежде всего брюки из хлопка выполненные, достаточно широкие и как раз-таки характерного для стиля сафари цвета. Это по-прежнему Твинсет. И посмотрите на современный жилет. Это то, о чем я говорила, рассказывая о плечевой линии. Перед нами кардиганы. Я хочу обратить внимание на кардиганы. Вот такие длинные, очень широкие. Раньше, на самом деле, они казались слишком широкими. Кстати, такие кардиганы можно посмотреть именно в мужском отделе. Это палочка-выручалочка, потому что подобные кардиганы очень красиво смотрятся с широкими, модными в этом сезоне джинсами. И вообще с любыми джинсами. С широкими брюками и вообще с любыми брюками. Также прекрасно сочетаются с юбками любой длины, с бермудами и с шортами. Вот такая вышивка. И блузы именно с высоким горлом в викторианском стиле. Это то, что является абсолютным трендом. Сейчас мы видели с вами блузу Плоя. И такие блузы есть также у Луиза Спаньоли. И, в принципе, все ведущие марки позаботились о том, чтобы предложить нам такие блузы. Хотя, кстати, мне кажутся они не очень универсальными. Хотя на манекенах смотрятся прекрасно. Марка Валентино очень радует в этом сезоне меня лично и мое фэшн-сердце красивыми, необычными сумками. Которые действительно отличаются из сезона в сезон, если говорить о марке Валентино. Немного современной обуви в нам в ленту. Она с такими характерными дутыми элементами. Хотя, как вы видите, тот же самый магазин предлагает и любимые в Италии женские сандалии, украшенные стразами на тонких ремешках, желательно еще и обвивающих красивую щиколотку. Вообще, можно сказать, что в Италии на витринах преобладает все-таки классическая женственная обувь. И совершенно точно отличительной чертой именно этого летнего сезона является то, что в большинстве обувь в своем на небольшом, но тем не менее каблуке. Снова блуза с характерным широким рукавом на резинке, либо то, что дает эффект резинке, имитирует резинку. Вот такие украшения цепи по-прежнему актуально, популярны. Украшают как сумки, так предлагаются в виде современных самостоятельных аксессуаров. Также украшают, безусловно, обувь. И очень интересные кафтаны и также кимоно, которые можно носить как самостоятельно, если кафтан длинный и представляет из себя нечто среднее между кафтаном, халатом и платьем-рубашкой. И можно, посмотрите, составить вот такой очень красивый многослойный образ при помощи белой футболки, платья-рубашки, который мы не застегиваем, либо застегиваем до уровня брюк и ярких, красивых, акцентных брюк. На месте брюк, конечно же, могут быть джинсы и шорты, либо бермуды. Обувь с металлическим финишем, а именно золотая, бронзовая, либо серебряная обувь из серебряной кожи, либо кожзаменителя смотрится очень красиво. Это тоже мое открытие, которое я совершила здесь, наблюдая за итальянскими модницами. Даже с легким загаром подобные аксессуары в виде обуви сумок ремней смотрятся потрясающе красиво. Раньше большое количество подобной обуви я принимала за тренд. Из сезона в сезон рассказывала, что золотой обуви много, серебряной обуви много, и появилась даже бронзовая обувь. Но теперь я совершенно точно понимаю, что это просто обувь, которая из сезона в сезон будет появляться, потому что она очень любима итальянками, а очень любима итальянками, потому что она очень красиво смотрится как раз-таки с кожей, которая хотя бы слегка-слегка покрылась загаром. И если загар более интенсивный, тем больше эффект от подобных аксессуаров. Как вы видите, обувь действительно очень женственная, но если говорить о современной обуви, то она все-таки имеет небольшую танкетку, небольшую платформу, либо тракторную подошву. Блузы их очень много, и это витрины марки Max Eko, которая в целом следует традициям Max Mare. Это витрины тоже Max Eko, и обращает на себя внимание любимая мною блуза рубашечного типа, которую, посмотрите, как красиво можно сочетать с брюками-спринтом, которые так же, как и обувь с металлическим финишем, из сезона в сезон появляются на итальянских витринах, и очень любимы здесь, в Италии. Вот такой ансамбль, предложенный магазином Benetton. Посмотрите, он прям таким образом и висел, а именно короткие джинсы, точнее джинсовые шорты, здесь могут быть любые шорты, плюс пиджак, плюс белая футболка, очень красивая формула. Снова витрины магазина Max Eko. Я хотела показать вам, что современная вариация на тему пижамы и пижамного стиля видоизменилась, и теперь верх мы имеем не в виде блузы, а скорее в виде мягкого пиджака, который сшит как раз-таки из очень и очень ткани, похожей на пижамную. В заключении этого видео хотелось бы отметить, что цвет фуксия не сдает свои позиции. До сих пор этот цвет очень популярен возможности, потому что он к лицу действительно очень многим модницам. На сегодня это все, я с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!